Всем привет привет! Вы на канале ВотГСН, а у вас на экранах старый дед Т-34. Машина в свое время очень классная, потом она подустарела и вроде бы типа завтра, когда выйдет обновление 9.8, машине сделают хорошо. Будет ли хорошо этому деду после обновления? Я честно говоря не знаю, затрудняюсь ответить, выскажу свое скромное мнение, ровно как и по другим вопросам касающимся обновления, которое должно завтра выйти. Итак, 22 марта должно выйти обновление 9.8 и первое что нам показывает это то, что у нас будет колесо быстрых команд. И честно говоря, лично меня это устраивает. Объясню почему. Потому что ранее мне, как человеку играющему допустим с ПК, было не очень удобно постоянно смотреть на клавиатуру для того, чтобы не промахнуться на клаве между F6, F7 и очень часто было такое, что я промахивался вместо так точно отправлял никак нет, потом приходилось заново нажимать. Короче говоря, мне лично было не сильно удобно. Привычно, но не сильно удобно. Что касается данного колеса, насколько оно будет действительно комфортным, это покажет время. И мы с вами обязательно будем иметь возможность его затестить, но у нас просто выбора другого не будет. Но мне почему-то кажется, что это все равно будет гораздо интереснее и гораздо приятнее и играбельнее, чем запоминать быстрые команды. Плюс к тому, ребята-разработчики написали, что в целом при желании мы сможем все так же отправлять команды, используя клавишу, да, или продолжая использовать обычные горячие клавиши. Поэтому, ребят, в целом для тех, кому само колесо вот это будет неудобно, для вас ничего не поменяется. Это уже хорошо, потому что я очень сильно не люблю, когда разработчики меняют все на корню и приходится заново перестраиваться. Что касается данного колеса, мне почему-то кажется, что это действительно удобно, потому что ты себе нажимаешь на клавишу, четко видишь перед собой, что ты хочешь отправить, маленькое движение мышью, ну и, соответственно, команда полетела. Поэтому я думаю, что здесь больше хорошего, чем плохого. Что касается балансных правок, ну, короче говоря, Bizon TN C45 добавят немножечко брони в нижний бронелист, но меня это мало интересует, потому что машины у меня нет. А вот Т-34 у меня есть, и меня интересует то, что здесь добавляют, а именно, мощность двигателя увеличивают, и увеличивают, я бы сказал, в процентном соотношении довольно существенно. И увеличивают бронь в отношении лба башни, увеличивают со 178 до 187. Но, ребят, при этом всем я бы хотел высказать свое скромное субъективное мнение. Я благодарен разработчикам, что они вспомнили о том, что этот старый дед есть в игре, и его необходимо каким-то образом, ну, не то чтобы реанимировать, но немножко его на ноги поставить и радикулит подлечить. Но проблемой данной машины в современных боях является не скудное бронирование, а время перезарядки в 12 секунд, которое действительно отыгрывается очень сложно, с временем еще и сведения 5 и 6. Вот мне кажется, что все-таки, если бы разработчики уделили внимание не броне данной машины, а именно техническим характеристикам по орудию, то толку было бы немножечко больше. Это мое скромное субъективное мнение. Отмечу еще раз, что я в любом случае благодарен разработчикам, потому что они вносят балансные правки, улучшающие характеристики машины, которая мне всегда нравилась. И я помню, как я 7 лет назад ее покупал и был счастлив просто до безумия. Я хочу, чтобы она взыграла новыми красками, просто мне кажется, что не совсем, не совсем тем путем, каким надо было идти разработчикам, они пошли. Но все равно большое спасибо и как только выйдет обновление, обязательно сниму честный обзор на Т-34 и мы с вами заценим разницу. Поскольку у меня есть записи боев с Т-34 в его нынешнем виде, я думаю, что мы сможем с вами заценить, насколько реально изменилась машина. Что касается легендарных камуфляжей, ну да, окей, хорошо, красивые, такие вот мы даже, кто-то уже получил, когда был соответствующий короткий приказик на получение, кто-то не получил. Некоторые машины действительно смотрятся обалденно, здесь я спорить абсолютно не буду. Спасибо большое разработчикам за то, что они украшают наши машины. Если бы они еще немножечко, чуть-чуть спустили ценники, ну было бы тогда вообще прям блеск. Хотя для ребят, которые фанатеют от красивых внешних видов своих машин, я думаю, что все дополнительные новые камуфляжи только в радость будут. Ну и, соответственно, желаю получать удовлетворение. Короче говоря, ребят, вот такие вот новости. Есть еще ряд доработок, но там исправление ошибок. Я бы не сказал, что прям что-то здесь там существенно меняется. Поэтому, в целом, я и говорю, что почему был такой абсолютно непонятный раскрученный ажиотаж по поводу 9.8, я так и не понял. Но, в любом случае, ждем обновления. Ну и, соответственно, пишите свои обязательно комменты и свое мнение по поводу обновления 9.8. Ну и чего вы от него реально ожидали и что вы реально планируете теперь получить. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok